Добрый день. Вот такая книжка Джеймса Макферсона «Боевой ключ и свободу. Гражданская война 1861-1865 годов». Американская, разумеется, не наша. По нашей тоже. В Гражданской войне есть много интересных книг. Но я хочу сегодня поговорить именно об этой Оксфордской, один из томов Оксфордской истории Соединенных Штатов. Значит, на русском языке сейчас издана, насколько я знаю, революция, значит, о времени революции и о вот этот «Боевой ключ и свободы» о Гражданской войне. Два тома, каждый стоит примерно где-то в районе от 800 до 1000 рублей за 800-магазин. Толстая книжка, толстая книжка на тысячу страниц такого вот убористого почерка. Вот я как раз ее сейчас читать начал. Очень хорошо написано, очень хорошо переведено. Значит, прямо сейчас поищу, попробую. Значит, издана в Екатеринбурге, причем издана уже несколько лет назад, но успешно продается. Все-таки у нас не так часто это покупают. Значит, перевод с английски Дмитрия Кулупцова. Спасибо Дмитрию Кулупцову. Перевел он эту книжку, очень хорошо читать ее, приятно. Значит, что здесь написано? Значит, автор. Последнее время у нас очень много книжек, в основном, выходит с точки зрения южан. Ну, так получилось, все мы любим «Унесенный ветром». И вот почему-то так получилось, что все книжки в основном описывают южную точку зрения. Вот эта книжка, она больше ориентирована именно на северян, как ни странно. Больше рассказывает, ну, такая старается, конечно, нейтральную, но такая нейтральная и в сторону Союза. Вот, то есть в основном ориентируется на союзную точку зрения, почему Союза был хорошо, и почему южане были не совсем правы в том, что собрались отделиться и бороться за свою свободу. Ну, тут спорный вопрос, который, как всегда, в гражданской войне очень сложно обсуждать. Потому что тут, в принципе, наглядно показывается, что ни правых, ни виноватых в той войне не было. Если взять, например, того же даже Авраама Линкольна, то родственники его жены воевали за его. А если взять знаменитого генерала Джексона «Каменную стену», то его родная сестра лечила северян. И считала, что вот она бедная и несчастная не успевает лечить тех, кого ее брат постоянно ранит. Ну, такая ситуация. Значит, что насчет иллюстраций в этой книге? Иллюстраций не очень много, вот несколько фотографий есть, и есть карты. Карты есть достаточно, ну, как достаточно, не очень достаточно, но, тем не менее, количество есть. Вот, например, карты сражений. Или есть карты, которые показывают, как разделились штаты при голосовании в 1861 году, после чего началась гражданская война. На это мне не попался, вот, пожалуйста, опять я вам покажу карту. То есть очередного похода. Это компания Джексона «Долина Шинандоу». То есть это тот самый Джексон, который камень скинул, про которого я только что говорил. Вот карты его, действия его войск. Скажем так. Написано очень хорошо. Еще раз повторю. Значит, описывает, значит, что здесь. Во-первых, здесь описывается предыстория. Как все началось и почему все так получилось. И почему все дошло именно до войны. Ну и дальше, собственно говоря, военная кампания. Но военная кампания, опять же, не с укором на одни боевые действия, а на то, что вообще происходило и то, что с людьми случалось. То есть то, как люди вообще жили в этой войне, экономика войны. Такие достаточно интересные и полезные вещи, потому что далеко не все объясняется одними военными сражениями. Если вспомнить, то и уже они побеждали, 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 побеждали. Потом под Гейтисбергом потерпели поражение. А дальше потом был рейд Шермана. Ну и тогда и, собственно, и все. А потом случился конец. А почему случился конец? Ну, почитайте, например, Оксфордскую историю Соединенных Штатов. Вот этот вот «Боевое кричи свободы». А тут неплохо так и рассказано. «Боевое кричи свободы» Джеймса Макфорса. Рекомендую. Рекомендую.